Всем привет! На нашей планете есть огромное количество мест, которые определенно стоит посетить хотя бы раз в жизни. Но знаете, это захватывающий дух красота природы. А есть и такие зоны, куда лучше никогда не заглядывать. И вовсе не потому, что там не на что смотреть, просто это может быть действительно опасно. Опасно для жизни. Но несмотря на пугающие условия, в большинстве этих мест живут люди, и их смелости можно только позавидовать. Итак, сегодня мы отправимся в самые экстремальные уголки мира и посмотрим, действительно ли они настолько опасны. Поехали! Река Читарум Люди частенько загрязняют водоемы там, где живут. И это огромная проблема для экологии. Но иногда дело принимает пугающий оборот не только для дикой природы, но и для человека. Река Читарум, расположенная в западной Яве в Индонезии, играет важную роль для местных жителей. Читарум используется для поддержки сельского хозяйства, водоснабжения, промышленности, канализации и так далее. Многовато для одной не слишком-то большой реки. Кроме того, сюда же сбрасывают обычный бытовой мусор, в результате чего воду покрывает настоящая пленка из отходов. А ведь в бассейне реки проживает около пяти миллионов человек. Представьте, сколько мусора они производят. Плюс различные заводы и фабрики. А ведь не так давно река была богата рыбой. На берегах росли цветущие сады и пели птицы. Увы, сейчас можно наблюдать только полиэтиленовый хлам. Рыба уже давно вымерла, остались только бактерии. Но самое удивительное и даже пугающее в том, что водой из этой реки не только орошают посевы, ее еще и пьют. Просто потому, что больше пить нечего. Конечно, перед употреблением воду кипятят, но это убивает только вредные бактерии и оставляет соли тяжелых металлов и разные токсичные примеси. Думаем, вы сами представляете, каковы последствия. Оймякон Случилось ли вам жалобаться на холод? Что ж, вы просто никогда не были в селе Оймякон в Якутии. Оймякон наиболее известен как один из полюсов холода на планете. А по ряду параметров, Оймяконская долина – наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население. В селе живут около 500 человек, и условия тяжело назвать комфортными. Можете представить себе поход в уборную, расположенную на улице, когда на градуснике минус 62 по Цельсию, а жители Оймякона могут. И продолжает жить в этих суровых условиях, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Замерзает чернила в ручках, батарейки теряют мощность, а одежда, если вывесить ее после стирки на улице, становится настолько твердой, что ее можно сломать. Зато здесь можно забивать гвозди обыкновенным бананом. Где еще увидишь подобное? Наверное, именно поэтому в Имякон часто приезжают туристы со всего земного шара. Многим хочется испытать себя на прочность. Но для этого нужно быть настоящим экстремалом, ведь от холода здесь лопается даже металл. Аллея Торнадо Если вы хотя бы раз видели Торнадо вживую или хотя бы на реальной записи, то наверняка понимаете, что встречаться с ним смертельно опасно. Не случайно Торнадо считает самым яростным из всех атмосферных штормов. Огромный вертикальный вихрь, разгоняющий воздух до невероятной скорости, сметает абсолютно все, что ему попадается. И лучше не становиться у него на пути. Торнадо могут возникать в любой точке мира. Но в США их наблюдается гораздо больше, чем где бы то ни было еще. Особенно в юго-восточных штатах, прозванных Аллея Торнадо. Аллея охватывает территории штатов Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дакота и восточные районы Колорадо. Например, 27 апреля 2011 года в течение одних суток здесь было зарегистрировано 207 смерчей. Появление торнадо в США объяснить просто. Теплый влажный воздух Мексиканского залива встречается с сухим холодным воздухом со скалистых гор, зажатым воздушными потоками с востока страны. Это часто создает условия, ведущие к сильным грозам и торнадо. Из-за чистоты их случаев в Америке наладили систему предупреждения и быстрого реагирования. Она включает строительство укрытий, сирены, а также тренинги по безопасности. Учения проводятся регулярно, поэтому каждый местный житель точно знает, что ему делать, когда зазвучат сирены. Кроме того, в городах штатов наиболее часто подверженных торнадо действуют более строгие нормы к прочности зданий. А сами дома часто снабжены противоторнадовыми убежищами. Но даже несмотря на это, торнадо не только служит причиной колоссальных убытков, но и уносит человеческие жизни. Синабунг Любой вулкан вызывает определенные опасения, но Синабунг заслуживает отдельного упоминания. Этот стратовулкан, расположенный в северной части острова Суматра, возвышается над уровнем моря на 2460 метров. В течение четырех веков он довольно мирно спал, но в августе 2010 года по неизвестной причине неожиданно заурчал и проснулся. Были зафиксированы выбросы дыма и пепла на высоту как минимум полутора километров. Поскольку Синабунг спал несколько сотен лет, люди осмелели и построили деревни в радиусе шести километров от него. Конечно, жителей пришлось эвакуировать, да чего уж там, многие просто бежали в страхе. В сентябре того же года случилось еще извержение, затем еще и еще. С момента своего пробуждения Синабунг не дает забыть о себе. В результате некоторых извержений погибают люди, но местные жители все равно отказываются уезжать из зоны поражения. Между тем, похоже, что с каждым годом активность вулкана только увеличивается. Последнее извержение произошло 7 мая 2019 года. Тогда в воздух поднялась огромная колонна пепла и дыма на высоту 2000 метров, покрывшие ближайшие деревни мусором. А местным жителям рекомендовали остерегаться возможных потоков лавы. Змеиный остров В отличие от уже упомянутых опасных мест, Змеиный остров, или как его называют официально Кеймада Гранди, посещать запрещено. Все дело в том, что этот клочок земли, расположенный в 30 с лишним километрах от берегов бразильского штата Сан-Паулу, просто кишит ядовитыми змеями. Но как же получилось, что ползучие существа просто заполонили остров? Ведь не приплыли они сюда с берегов Ирландии, откуда змей, по легенде, изгнал Святой Патрик? Далековато! Что ж, все довольно просто. Когда-то Змеиный остров был частью материка, но с тех пор, как поднялся уровень Мирового океана, остров оказался отрезан от большой земли. В условиях изоляции и естественного отбора змеям пришлось быстро увеличивать свою популяцию. В итоге, по некоторым данным, сегодня на Змеином острове обитает около 4000 особей островного ботропса, редкого и очень ядовитого вида. Островные ботропсы могут превышать полметра в длину, и их укус вызывает быстрое омертвление тканей. Плюс целый набор симптомов, в том числе отказ почек, некроз мышечных тканей, кровоизлияние в мозг и внутреннее кровотечение. Перспектива так себе. На Кеймадо-Гранде есть маяк, но поскольку его смотрители погибали от укусов змей, строение перевели на автоматический режим работы. Некоторые специалисты утверждают, на один квадратный метр змеиного острова приходится до пяти змей, и все же они считаются вымирающим видом. Ведь Кеймадо-Гранде — единственное место, где островного ботропса можно встретить в дикой природе. Бразильский военно-морской флот закрыл доступ на остров в 1920-х годах, чтобы защитить змей от людей, а людей от змей. Но все же некоторые любители экстрима посещают Кеймадо-Гранде на свой страх и риск. Озеро Ньос Вулканические озера можно встретить повсюду на нашей планете, но Ньос в Камеруне особенные. Обычно вулканические озера высвобождают небольшие порции углекислого газа, но в Ньос он собирался десятилетиями. Пока 21 августа 1986-го не произошла лимнологическая катастрофа. Скопившиеся 80 миллионов кубометров углекислого газа внезапно вырвались наружу. Огромное облако разрослось со скоростью 50 км в час, убив 1700 человек в радиусе 25 км. И пострадали не только люди, все животные также были уничтожены. В ближайших поселках почти не осталось жителей, погибли даже насекомые. Сначала ученые вообще не могли понять, что произошло. Они решили, что причиной катастрофы стало вулканическое извержение. Выжившие утверждали, что во время трагических событий в воздухе стоял сильный запах тухлых яиц, поэтому некоторые исследователи решили, что причиной гибели людей стал сероводород. Ведь всем известно, что этот газ в высоких концентрациях вызывает быструю смерть. После выяснилось, пострадала также растительность на берегах озера. Листва покрылась коричневой пленкой, а кое-где листья почернели и съежились, как от холода. Был сделан вывод. Произошло это из-за того, что газ, выделившийся из недр озера, охладился и как бы приморозил листву. Известно, что выделение растворенной в воде двуокиси углерода СО2 идет с поглощением энергии и, соответственно, вызывает похолодание. Так и был найден ответ. Чтобы катастрофа не повторилась, в этом районе с начала 2000-х годов проводятся мероприятия по искусственному извлечению газа из озера, а также постоянные наблюдения. Но даже несмотря на это, Ньос остается очень опасным водоемом, рядом с которым не стоит находиться долгое время. Берег скелетов Само название берег скелетов как бы намекает о том, что ничего хорошего в этом месте ждать не приходится. Он расположен на севере от города Свакупмунд в Намибии и действительно имеет печальную славу. Холодное бенгельское течение, проходящее с юга вдоль побережья, охлаждает воздух и создает туманы, которые стоят здесь большую часть года. И это не преувеличение. Добавьте сюда мощные прибои и непостоянные течения, и станет понятно, почему судоходство здесь крайне опасно. С давних времен у берега скелетов случалось множество кораблекрушений. Остатки погибших кораблей, которые сбившись с курса сели на мель, часто встречаются на берегу. Некоторые лежат на приличном расстоянии от воды, и это кажется довольно странным. Но такому феномену есть простое объяснение. Пустынные ветры постоянно несут песок в море, постепенно продвигая береговую линию на запад. Это естественный процесс. Все пустыни имеют свойство расширяться. Шлюпки с потерпевших крушения кораблей могли пристать к берегу, но прибой в тех местах настолько сильный, что на веслах пересечь его в обратном направлении практически невозможно. Выжившие, которым посчастливилось спастись во время кораблекрушения и добраться до земли, оказывались среди одной из самых сухих и неблагоприятных для жизни пустын мира в сотнях километров от населенных пунктов и источников питьевой воды. Вокруг нет ничего, кроме морских котиков и песка. На этом берегу несчастные моряки и находили свою смерть. Правда, сегодня побережье усеяно скелетами животных, а не людей. А добраться сюда можно на автомобиле. Но жутковатая слава берега скелетов все еще сохраняется. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok